всем доброго времени суток сегодня 16 мая второй день стоит жара мало того что жара уже месяц не было дождя в очередной раз как и в прошлом году ждем дождь без дождя плохо поливаю почти каждый день все просит воды активно растет виноград в том году была засуха и говорили что в этом году виноград будет плохой но видно даже что очень много намечается гроздьев там на огороде тоже виноград должен быть если никакие никакие бекарасы его не сидят здесь у нас нагревается к вечеру вода чтобы вечером поливать ирисы у меня в этом году плохо цветут потому что я их под корень 16 мая уже даже ягодки начинают созревать не созревать а цветочки начинают цвести ягоды будут до ноября висеть а вот увидела сейчас буквально такие у меня есть ирисы с края тут красивые сидят голубых у меня нет увидела в курмане голубые а это какие-то светло фиолетовые на красивые это роза это скажите что все едят летом на юге инжир такой инжирчик красивый раз кустик два третий ожил это как я как говорила у меня огурчики такие уже замульчировала их соломкой там и трава не особо растет и вода не переселиваются вот эти виноградик у меня виноградик а это заросшие я показывала чебуки винограда ну пропалю я их но они вот в принципе вот растут все принялись нет не все вот этот вот но он тоже на очухается посмотрю вот я их сюда все протекала тут будет легко мне их поливать а осенью я их пересажу и вот в этом колесе они у меня все подписаны и вот иду показать мою клумбу пионов очень красивая есть клумба с пионами просто красивенная вот такая ой какой запах вот началась пара пионов конечно они красивые ирисы красивые но они очень быстро цветают и все-таки мои любимые цветы это розы я активно их рассаживаю вот их как бы не видно вот розовый куст вот розовый куст то есть сейчас пионы отцветут и у меня тут будут розы у меня вот на этом участке где-то 8 кустов и до ноября цветочки цветут здесь у меня пшина новый урожай редиски это старую редиску едим это тоже новенькая вон там сегодня посажу тыквы такие уже вот тоже два пустая инжира даже вот такие вот ягодки висят вот они такие вот они такие это черешня вот такая молоденький кустик немного ее это я вчера посадила перец в колеса пришивается отправила ваню купить рассаду говорю купи тридцать штук десять красных десять зеленых десять желтых он принес перемешку говорит мне наложили на сто рублей короче получилось шестьдесят штук насадила не знаю так это тоже у меня салат редиска зеленый лук это кислица смородины нет так клубничка цветет активно кабачки кабачок он вижу зацвел кабачки сейчас еще покажу вчера посадила бархатцы купила посадила разрастут с большими кустами сейчас пока приживаются не полю потом прополю будет все красиво пионы красивые какие салат едим редиска тоже черешня так там у меня тоже пиончики траву отращиваем потом косим и куром скармливаем тут вот еще растет тут вот уже скосили дождя нет все высыхает и тут степь а вчера посадила шестьдесят два корня помидор рассаду вырастила сама поэтому она такая маленькая выращивала первый раз ее выкопала вот таких две гряды тут вот двенадцать кустиков осталось посадила у меня вот две груши здесь они королевские очень вкусные большие и чтобы вот их поливать так сказать за компанию посадила под ними кустики помидора а эти вот такие выкопала глубокие ямы потому что рассада маленькая и рассчитываю что сейчас постепенно землю откинула буду засыпать засыпать и корневая система у меня укрепится такие груши ветер а еще вокруг у меня виноград по периметру огорода моего виноград вот такие грозди вот такие вот будущий виноград только начинается вот она только начинается вот она самая большая печаль крыма это вода как мы хотим водичку когда уже мир наступит в мире и вот по этой трубе побежит днепровская вода раньше она бежала бесплатно сколько хочешь а сейчас чтобы что-то вырастить вот люди садят все под капельный полив картошка капуста вот прокладывают такие такую каплю называют здесь и ночью включают все это поливается картошка поливается обращаю внимание что наверное у пятидесяти процентов людей в селе что дорогая вода и купить картошку легче на рынке сейчас она стоит двадцать рублей килограмм старая уже наверное молодая начнется это вот картошка у наших друзей они уже наверно подкапывают вот поздно посадили так скажем ну вот здесь мы один раз уже косили для курочек это сейчас вот буду потихонечку вырывать руками так то у меня курицы ходят по огороду но сейчас клубника начинается и кур не выпускаю вот так у нас все растет вот вот красота побелила побелила все деревни деревья кухню побелила все никак не соберусь окошки покрасить ну это старенькая кухня это у меня хурма хурма поздно начинает расти поздно будет цвести ну и зато плоды в ноябре собираем да еще сейчас увидела в этом году как никогда цветет калина в моем доме калина молоденькая вишенка маленький кустик а вишенки уже висят и вот калина красивая пахучая будем ее собирать осенью морозить и кушать зимой мороженую вот давление какая красота а запах а еще у меня зацвел жасмин тоже сейчас покажу была в том углу и забыла показать вот по своему участку все это выжжется солнцем скоро высохнет поэтому сейчас зелень радует глаз вот жасминовый куст вот такие цветочки начали цвести ну запах можете представить какой-то жук сидит ой вкусно пахнет у соседей тоже жасминовый куст липа скоро зацветет вот это вот куст черноплодной рябины забор мы в этом году будем реставрировать поэтому не обращайте внимание на мой страшный забор грецкий орех ну вот так вот вот где-то перед домом тоже колокольчики тоже пиончики там он раз два три четыре куста пионов только начинают вот здесь а здесь вообще вот там у меня заросли мелисы я потихоньку вырываю сушим вот еще не вырванный участок все хочет полива всему требуется вода ну вот сюда конечно воду жалко поэтому вот везде все в основном у меня пусто потому что вот белый ирис тоже без воды попадали даже колокольчики везде требуется вода ну ладно всем привет до следующих видео отсюда все ок так вот я